Снова всем привет, я Техномакс Старризон Саншайм. Дополнение проклятый. Продолжаем прохождение, значит в прошлый раз мне там так мозги издолбили эти зомби бесконечные. Ну ладно, я прорвался, нашел выход каким-то чудом непонятным и сейчас спустился ниже. Нужно спускаться видимо куда-то еще ниже. Так много дверей, я уже вижу вон код, ключ-карта. Офис закрытый, значит ли это, что они его потом откроют? Обожаю стекла в этом дополнении. Зомби их разбить не могут, а я могу. Открываем, я вижу уже ключ золотой опять. Почему здесь все ключи золотые? Это буратино здесь работали что ли? Ну патроны нужно пополнить боезапас, потому что я его так не слабо порасходовал. Ключ, хорошо. Там вторая дверь кстати такая неприметная, я сразу не заметил на темном фоне. А, ключ! Э! Ага, это еще и не тот ключ был. Да, это было бы слишком просто и слишком логично, наверное. Вот интересно, эти мертвые солдаты все с нефтекабината? Их тоже Эмили прислала? Прикинь, да. Она видимо их прислала до меня. Ядрит твою налево дробовик. Так, а теперь надо, короче, вот это сделать вот так, вот это сделать вот так, патроны забрать. Дробыш ништяк! Опа! Правда, дробовик такой странный, я уже говорил в оригинале, он какой-то сильно коротенький прям, патрончики маленькие, вообще какой-то непонятный дробовик. Лучше бы он был обыкновенный, двуручный. А вот это УЗИ полноценный, полноразмерный. О, вот это пушка МАГ-19, по-моему, или как он там правильно называется. Наконец-то я дробовик нашел спустя половину игры. Одуреть как повезло. Хорошо, куда еще можно попасть? Сюда можно попасть. Блин, я бы на самом деле оставил, конечно, автоматическое оружие, потому что оно всегда выигрывает по сравнению с другими видами. Но просто я уже как бы дробовик жду давно, поэтому. Ну, побегаю с ним. Нужно боеприпасы. О, М-ка! Этот, как его? МП-5. А здесь у меня автоматический ГЛОК и простой ГЛОК. Тогда я сделаю вот так. Раз. Да, блин, не так. Вот, я вот так вот сделаю, то есть у меня два. Вот, МП-5 здесь, УЗИ здесь, ГЛОК, дробовик поменять местами. Вот, так будет гораздо удобнее, кстати. Хорошо. Я вот тут автоматический пистолет оставил. Так, нет. Смысл у меня с него, если у меня сейчас МП-5 появился. Это тот же автоматический пистолет, который только потом побольше нехило. Что? А, тут больше ничего нету. Блин, ну положили же наверх. Хорошо. Сюда я зашел за боеприпасами, я их пополнил. Их до хрена реально. Я теперь опять полный практически. Ну да, 466, 227 на пистолет. Сюда. А, вот он ключ откуда. Оп. Открывайся, давай, эй, бля. О. А тут, ёпа. Блин, дайте мне еще рук штук 20, чтобы все это унести. Ключ-карта, еще дробовик второй. То есть можно так вот круто с двумя дробовиками, типа. Я вот так сделаю. Раз и два. Благо оружие можно разряжать. Дробовые патроны. Да ну нафиг. Пустынник и два штуки сразу. Ёпа, ёпа. Ой, бля. Ой, бля. Вот в этой игре так щедро насыпают оружие и не дают в инвентарь. Опять автоматический блок разрядить. Револьвер разрядить. Дробовик я заберу с собой. Да ёпт, стоя. Здесь, короче, в таком случае я УЗИ разряжаю и беру вот это. Хеклероков 416, если не ошибаюсь. А я вряд ли ошибаюсь. Во. Это еще лучше, чем УЗИ. У него и прицельные такие приспособления яркие. А вот у МП-5 нихрена их не видно. Зато у него патронов, наверное, больше, чем в УЗИ влазит. И стабильность выше. Так, это сюда все. Ага, патроны кончились в плане места. Ой, бля. Ой, ёпта. Ох, уже от ГЛОК светит, как не знаю кто. Точно такой же. Сюда. Не, пустынник это прикольно. Ну, блин, пустынник это прикольно, но это неудобно. Поэтому я от них откажусь. Блин, какой он яркий. Вот он не настолько яркий, как он тут светится прям, аж слепит. А это чего? А, беретта 92-я. 15 патронов в ней, по-моему. ПМ. У меня все равно как бы нет места, поэтому будет так. О, Курт. 7 зарядов. Не самая высокая мощность. Да. Вот, ГЛОК обратно возьму. А вдруг эти дяди оживут, блин, начнут мне в спину стрелять. Я разряжу оружие. Хотя, наверное, зря. Возможно, там будет какое-то месиво, и мне потом придется патроны, блин, где-то искать. А я сейчас взял, как дурак, и все разрядил. Тоже не исключено. Буду сам виноват. Фигля. Идем сюда. Ключ-карта. У меня обычный ключ, который использовался там. Или это просто склад, погодите, я что-то... Сейчас у меня мозг сработает. Вот, вот сюда я отключил. Вот, ключ сюда. Здрасте, приехали еще. Еще один склад, два ТМП. Я сразу посвечу, просто чтобы видеть, что где. Ладно, эти боеприпасы я трогать не буду, в том смысле, что расходовать. А вот автоматных тут дофига. 778 уже, блин, обстреляться. И, кстати, это все? Я ключ-карту взял, получается, да? Да, получается, я ключ-карту уже взял уже. А ключ была склада. Опа. Ага. Никого. Тут много рубильников. Я боюсь, что это вызывает много зомби. Это специальная фабрика была, тут зомби вызывали. Первый рубильник, первая орда, второй рубильник, вторая орда. Ну, в этой игре все так работает. Оно во многих играх так работает. Возможно, там мне придется куда-то прорываться. А может и здесь как-то... Хрен пойми, куда выходить, короче. Так, назад. Фух. Нажимаем. Что-то заработало. Апокалиптический инженер. Я вижу, как оживает систему управления. Молодец. Да, раз плюнуть. Лучше готовьте меня забрать. Этот чертов шум соберет всех гнилорожек, что тут остались. Тебя уже ждут. Выходи из здания. Я открываю двери. Иди к первому шлюзу. Он должен быть слева от тебя. Будь готов встретить небольшое сопротивление. И... Пусть за тобой их увяжутся как можно больше. Мы их смоем, когда тебя заберем. Чего? Я с этими уродами в догонялки играть не буду. Просто вытащи меня отсюда, сука! Следи за языком. Ладно, просто иди к шлюзу. Я вижу, они и так к тебе идут. Огонь. Вот это мразота вообще. Ну я же говорил, мне сейчас придется пробиваться. Что ты, суки? Ладно, слушай, мать мне, блядь. Блядь, куда это я залез? Через верх? Что-то мне это вообще не вкатывает ни разу. Еще эта странная темнота опять. Теперь я вспомнил, почему мне дробовик не очень-то нравится. У него всего три патрона в этой игре. Так, так, вроде тут. Сюда. Так, похоже на шлюз. Вон там. Вперед. Ёпта. Ну, писяц, зашибись. Мне сейчас тут плутать еще, что ли? Ну, писяц, блядь. Ну, охереть теперь вообще. вот я теперь еще по лабиринтам тут плутать искать выход вообще офигенно чё могу сказать куда реально да это он скорее бля неужели я нашел выход аду ёпта ах сука эмили ответь эмили где мой сраный вертолет ёп вашу мать бля спасать что что нет 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 эмили прошу ты должна мне помочь эмили ответь тут очень высоко я не умею плавать эмили умоляю эмили нет нет да стар я знаю сэр просто шесть команд столько хороших солдат я просто надеюсь что достижение барракуда аризона сам шайн dlc проклятый ни хрена себе короче ни хрена себе такая падла взяла нас тупо на смерть бросила блин мы там через зомби через всю эту херню прорывались а тупо мне жаль тебе не жаль сушка блять найти бы и вот этим молотком и башню раскроить если честно тупо взялась и кинула блин скотина тупая следующая dlc должно быть про то как я до нее доберусь и оторву тупую башку она могла его спасти но не сделала этого судя по всему у нее это положение достаточно высокое в командовании она могла прислать вертолет вот так просто да раз и разбрасываешься солдатами окрасходным материалом вот он не зря говорился на начале игры какая же сука ну так и есть да очень неоднозначная такая дил сишка прям да мне понравилось и кстати это опять dlc с плохим концом как-то это не хватает либо ну не хэппи-энда если то хотя бы просто нормальной концовка ну конечно тоже не факт что прямо его там убила но это высокая доля вероятностью что его просто смыло и он упал с большой высоты разбился нахрен также воды не было под ним до этого а смыло его там знатно и даже если бы он не умер то зомби тоже как бы не умерли им-то чё вода они бы его там сожрали короче блин dlc такая прям ух оставляет после себя кучу эмоций всегда было интересно что там за дома такие стоят и да недоработанный горизонт короче вот как то так ну что ж это была такая необычно напряжно немножко матерна аризона с дополнением проклятый ну а с вами был техно макс всем до новых встреч пока